Вот мы и выходим из Принтези. Дождались, так сказать, хорошей погоды. Ну, такой погоды, которая не штормит. Понятно, что погода ничего не хорошая. Этер ожидается, скорее всего, внос, что-то в районе 25-30 на протяжении практически всего пути. Сейчас подзаправили топливо маленькое, но есть надежда, что не все потратили. Да, и на самом деле сегодня отошло много лодок, включая вот это вот. Мы ходим. Да, и идем. Зачем идем? Непонятно. Волна и треуган. Господи, вот так делать-то ничего. Волна и треуган. Волна и треуган. Ой! Ой! Пришли наши друзья, которые сопровождают нас в транс-адриатических переходах. Это предвестники хорошей погоды. Что значит, у нас теперь будут ветра более попутные. Ой! Сегодня они прыгают не просто вперед, а кверху. Радуются, что Купидитас пришел. Ура! Говорят, Купидитас! Ой! Плещутся, радуются. Четыре с небольшим утра. Наблюдаем подготовку солнышка к рассвету. Твоя солнышко уже расцвело. Идем потихонечку. Шесть-семь узелочков. Ветер порядка 17-18. Порывы до 20-ти. Удочка пуста. Как-то так. Подходим к Черногории. Девять часов утра на 17 минут. Подходим потихонечку уже к Черногории. Уже ветер просто исчез. Просто исчез ветер. И идем на моторчики. Последние 10 миль. То есть 5 миль мы уже на моторчики прошли. И вот сейчас еще 5 миль до Мамулы. Ну а там уже все. Знакомая Бока. Знакомая Бока. Где с закрытыми глазами можно ходить. Вода относительно спокойна. Черногорские горы стоят в дымке. Конечно, Черногорию видно за 27, где-то за 30 миль. А Бриндизи скрывается уже буквально на 15 миль из виду. Вот она разница между горной страной и равниной. Да, зашли мы в Боку. Ее не узнать. Целый флот. Целый флот на воде. Черногорские воды уже не балуют такой чистотой, как Ионическое море. Вот и пошел наш третий или, наверное, даже четвертый день, как мы пришли в Черногорию. Мы сбегали уже в Герцетнове, встречались с подругой, с Сашей Бандинкой, с ее дочкой. Посидели в кафешке, побывали в гостях в Асистане. В общем, отдыхали, развлекались, стояли в основном в Тивате. И сейчас вид на Тиват мы меняем на вид на Герцетнове. Нам повезло. В Ириде мы первый раз, наверное, нет, второй раз мы проходим с попутным ветром. Потому что первый раз мы проходили в самый первый раз. И вот сегодня идем, проходим в Ириде с попутным ветром. Это большая редкость для нас. Видимо, что-то изменилось в нашей стратегии. Мы угадываем направление ветра. И вот мы заходим уже именно в Которскую часть, бока Которского залива, да, из Тиватского в Которский. Ну и смотрим, наверное, тут ветер уже... Ветер, скорее всего, уже не будет с нами идти до Котора. Поэтому будем, наверное, скоро заводиться. Вот одни острова при Перосте, а вот сам Перост. Если зимой здесь у стенки было стоять бесплатно, то сейчас в этом берут 2 евро за метр в час. С ума сошел. Ну все, Илюша пошел купаться. Вот. С ума сошел. Олимпийский чемпион! 6 километров в час. Мой личный рекорд. Ну как, хорошо ли себе, девица? Вода горяченная. Котор встретил нас во всей красе, выставив свои супер яхты вдоль пирса. Пришел вот такой вот паром Royal Princess. Все, жизнь кипит. Все наладилось. Сейчас будем смотреть. Правда, пирс что-то пустоват немножечко. Пустоват, скажем так. Откровенно говоря. Ну сейчас посмотрим, чего там, как там. Повстречаемся с Боэном. Поговорим, что он скажет. На якорной стоянке абсолютно пусто. Если что, быренько переставимся. Повстречаемся с Боэном. 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 Продолжение следует...